Приветствую вас, и смотрю, много экспертов дало вам ответ на ваш вопрос, как намекнуть молодому человеку, что вы ему нравите. И поскольку вопрос был задан уже много, большого количества времени назад, то я рискнул предположить, что вы сами для себя уже, вероятно, определили тот способ, ту модель поведения, которую вы будете использовать для того, чтобы намекнуть молодому человеку на то, что он вам нравится. Дело в том, что нет какого-то универсального способа или универсального решения. Многое зависит от того, какой молодой человек, какой это мужчина, какие у него есть слабости, особенности, сильные стороны и так далее. Приведу вам небольшой пример того, как один и тот же способ может быть в разных ситуациях приводить к совершенно негативным результатам. Вот предположим, что вы решили сказать своему молодому человеку прямо о том, что вы ему нравитесь. Слабый человек, если он скромный и неуверенный в себе, а востримет этот ваш поступок, как чересчур ответственный для него, как чересчур значимый для него, слишком значимый для него. И по этой причины он будет вас еще больше игнорировать. То есть, понимаете, да, вот, как это происходит. Чтобы понять, какой способ нужен вам для того, чтобы намекнуть мужчине, эффективно намекнуть мужчине на то, что вы испытываете к нему какие-то чувства, нужно понять, а что может мужчина, вообще-то говоря, зацепить, задеть, обратить внимание на себя. И вот, исходя из этого, исходя из этого, и нужно уже будет, как бы, думать и выстраивать стратегию вашего поведения. Не зная вашего молодого человека, не зная, как он, нельзя вам помочь, нельзя вам что-то посоветовать, нельзя вам что-то порекомендовать. Это будет все равно, знаете, как просто, вот, выстрел в небо. Например, вот, знаете, я попробую привести вам еще один пример, чтобы вы лучше поняли. Вот, эксперты вам советуют достаточно разумные вещи. Например, один из них пишет. Пишет. Лучше всего сделать без слов, с взглядом, чуть более долгим и глубоким, чем обычно. Хороший способ. Действительно, эффективный, там, правильный и так далее. Но! А что, если мужчина все воспринимает буквально? Что, если мужчина такой взгляд, ну, смотрит, смотрите вы на него. Ну, долго смотрите. Ну, и что? Что, если для мужчины это ничего не значит? И вот этот момент, он действительно важен. Далее. Далее вам пишет другой эксперт. Он предлагает вам сказать прямо. Ну, в принципе, об этом мы с вами уже сказали. Что, значит, как бы, может быть, это и будет хорошо. Но, если это мужчина гордый, то он в силу своей гордости, он подумает. Это как-то, что получается, женщина сама ко мне набивается в девушке, в жены, там, в личные отношения. То есть, что же получается, я за мужчину такой, что меня надо самостоятельно добиваться. А еще гордые мужчины очень любят говорить своей женщине, ну, или вообще женщинам говорить, что если же она сама проявляет инициативу, значит, она, простите, легкого поведения, девушка. Что мужчина должен добиваться с трудом, там, и так далее, и так далее. Если ваш мужчина такой, то данный способ может его оттолкнуть от вас. Следующий эксперт пишет, чтобы ваша подруга, друг или общая знакомая сказала ему об этом. Опять-таки сплетни. Мужчины мыслят логически. И если говорит кто-то другой, то мужчина, который воспринимает все буквально, он к этому может отнестись несерьезно. И вам еще потом выискочит, мол, почему люди про тебя распускают такие слухи. Если бы ты мне нравилась, или если я тебе нравился, ты бы, наверное, сказал мне лично. Такие вещи лучше говорить, если вы решили говорить. Такие вещи лучше говорить все-таки самостоятельно, лично. В каких случаях может быть, как бы, действенный подход, например, взгляд? Это если мужчина чувствительный, если мужчина интроверст, если мужчина многое держит в себе, если мужчина склонен к тому, чтобы копаться в себе, вот тогда ваш взгляд подходит. Если мужчина экстраверт, то смотрите на него сколько угодно. Это эффекта не даст. Мужчина экстраверт гораздо больше склонен к тому, что даже не то, что вы говорите. То есть, слова для мужчины это просто слова. Важно, чтобы вы действовали. Чтобы вы совершали поступки. Чтобы вы были, например, с ним. Чтобы он видел. По вашему отношению. Как вы себя ведете. И как вы его видите. Мужчина экстраверт воспринимает только такую модель победительного. Дальше. Если мужчина гордый, если мужчина гордый, если мужчина такой, знаете, авторитарный, харизматичный, то вам нужно здесь быть как раз таки той женщиной, которая для него является идеальной. Потому что только на такую женщину он обратит внимание. Только на ту, которая полностью отвечает его требованиям. И вот, понимаете, какой парадокс? Парадокс в том, что все советы экспертам, все рекомендации экспертам, в том числе и мои, они правильны. Они верны. Но пока вы не дадите больше информации о своем молодом человеке, помочь вам реально, то есть реально скорректировать как-то ваше поведение. Не просто давать какие-то отвлеченные советы, отвлеченные рекомендации, а именно вот конкретные, конкретно скорректировать ваше поведение. Мы не сможем, потому что нечем работать. И, пожалуй, то, с чего нужно было начать, но то, что немножечко ускорбнуло от моего внимания, это это то, что от вас, от какого, какой вы человек, зависит то, что в принципе достаточно многое. А именно, именно, что зависит. Вот, если вы скромная девушка, вам будет сложно сказать мужчине прямо. Если вы достаточно бойкая, бойкий человек, вам будет легче сказать или что-то сделать. Нужно понять еще и ваш характер, ваш тип личности, чтобы дать адекватную рекомендацию и предложить что-то для решения вашей проблемы. Надеюсь, я смог донести до вас свою мысль. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, включите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен мне, за сделать всего лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!